Экологическая деревня Говардхан расположена примерно в двух с половиной часах езды на северо-восток от Мумбая, в очень живописной сельской местности Махараштры. В Индии есть великое священное место, которое свято почитается всеми преданными Кришны – Вриндаван. Во Вриндаване есть гора под названием Говардхан, символизирующая экологическую гармонию с духовными принципами. Это уникальнейшее место. Несомненно, оно уникальное для Индии и, возможно, для всего мира. Это что-то вроде ретрит центра, спа, ашрама. Это место создано в качестве эксперимента, попытки соединить экологию, права животных и бхакти, духовность. И это работает. Здешние возможности совсем иного плана. Когда людям говоришь слово «индия» и «ашрам», в их сознании это ассоциируется с грубой и трудной жизнью. Здесь же есть аюрведическая клиника, где не только лечат, но есть аюрведический врач, который предписывает лечение, подходящее именно для вашей конкретной доши. Атмосфера здесь создана основателем, Радонадхасвами Махараджи, а также преданными, которые здесь работают. Эта атмосфера очень ощутима, ее можно почувствовать в воздухе. Я родом из Чикаго, когда мне было 19 лет, в 1970 году я захотел расширить свои взгляды на жизнь, и поэтому я отправился путешествовать. Автостопом я доехал до Гималаев в Индии. И во время путешествия я пришел к пониманию, что подлинные социальные и экологические проблемы мира вызваны духовным кризисом. Кризисом того, что мы считаем поистине значимым в нашей жизни. Радонадхасвами очень сострадательный человек. В этом он не испытывает недостатка. И это его милосердие очень заразительно. Когда приезжаешь сюда, служишь, помогаешь заботиться о коровах, делать глиняную посуду, это так увлекательно. Это совсем иной стиль жизни. И я считаю, многие из нас испытывают тягу именно к этому, каждый по-своему. Мы в каком-то смысле запрограммированы нашей культурой. Ищем признание. Мы в нем нуждаемся. Но когда я здесь, я вижу, что в смирении гораздо больше силы. Легко жаловаться по поводу мелких неудобств по сравнению с квартирой в Нью-Йорке. О, комната недостаточно большая здесь. Напор воды недостаточно сильный. Но когда живешь в доме, который на твоих глазах строится с самого основания и до конца, это особое чувство. Когда люди приезжают сюда, мы пытаемся дать им почувствовать, научить их другой, наполняющей, осмысленной, самодостаточной жизни. Помимо этих цветов, жасмина, которые вы видите здесь, он еще выращивает окру, дамские пальчики. Мы работаем со всеми этими фермерами, покупаем у них продукты и используем на кухне. Вдохновитель всего этого, Шила Пропада, называл эту трансформацию простой жизнью и возвышенным мышлением. Ежегодно выпадает 3000 миллиметров осадков. Дождь падает на эти горы, горный кряж, Саядри. Дождевая вода стекает и собирается здесь. И у нас достаточно воды, чтобы орошать наши поля в течение 6-7 месяцев каждый год. Большинство населения Индии, составляющее 1 миллиард 200 миллионов, живет в деревнях. Поэтому одним из самых важных требований для развития деревень – это сохранение воды. Процесс начинается здесь, как вы видите. Сточные воды стекают сюда. Есть фильтр, это называется фильтровая камера, где мы пытаемся отделить плавающие частицы. Вот вода в начале процесса переработки, а вот вода на выходе. Уникальность этого места в его абсолютной безотходности. Коровий навоз становится удобрением для земли. Нам нужен огонь и энергия для приготовления пищи, поэтому весь коровий навоз мы перерабатываем на станции по производству биогаза. Нам нужно строить дома, мы используем для этого землю, из которой мы сделали 250 тысяч кирпичей. Мы называем это моделью симбиотической переработки. И даже когда вы смываете воду в туалете, вы способствуете росту папайи, росту цветов. Один из величайших гуру менеджмента говорит, что величайшая задача менеджмента 21-го столетия — это искусство управления самим собой. Здесь проводят семинары и ретриты многих главы корпораций. Они также видят альтернативные способы, на которых они могут сосредоточить работу своих корпораций и испытать чувство настоящей ответственности перед человечеством. Что мне больше всего хочется сделать, когда я вернусь домой? Это служение. Я думаю, это от того, что я смогла погрузиться внутрь самой себя. У меня всегда было слишком много всего, и теперь я хочу жить простой жизнью, как здесь. Мне нравится простая жизнь, и моя цель — устроить простую жизнь у себя дома. И если мы просто перенаправим наши энергии на эти ценности, мы можем изменить мир. Это по-настоящему волшебное место на этой планете. Спасибо.